Здравствуйте! Это программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории региона зарегистрировано 219 происшествий, из них 11 преступлений, из которых 9 раскрыто в течение дежурных суток. По двум проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 43 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояние алкогольного опьянения. За неделю произошло два дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. С 5 по 15 мая на территории Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», которое направлено на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность и проникновение в подростковую среду экстремистской идеологии. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт нелегального извоза. Житель окружной столицы предоставлял услуги по перевозке пассажиров легковым такси, получая прибыль без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица. Мировым судьей Наринмарского городского суда в открытом судебном заседании рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении нелегального извозчика и вынесено постановление о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Стражи порядка призывают жителей округа, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, регистрироваться в установленном порядке во избежание привлечения к ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации. 1 мая в окружную полицию обратился местный житель, у которого в одном из развлекательных заведений неизвестное лицо похитило кошелек с денежными средствами в сумме 20 тысяч рублей и банковскими картами. Сотрудниками патрульно-постовой службы в течение нескольких часов установлено лицо, совершившее хищение. Им оказался уроженец поселка Красная, 98-го года рождения, который успел распорядиться похищенным на свое усмотрение. Следователем управления в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В другом случае в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что из меховой мастерской поселка Красная неизвестным лицом похищено 200 камусов, шкур с ноги оленя, общей стоимостью около 75 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее хищение, установлено. Им оказался ранее судимый 28-летний житель поселка Искателей. Полицейский мужчина рассказал, что он находился в поселке Красная в гостях и в результате употребления спиртных напитков он проник в помещение мехпошива, откуда похитил два мешка с камусами, распорядившись ими на свое усмотрение. В настоящее время похищенное имущество изъято у злоумышленника и в отношении него следователем управления возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Следствие продолжается. В начале текущего года в управление возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения с банковского счета жителя округа денежных средств в сумме около 5000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хищение совершил 20-летний житель Наринмара. Полицейским он рассказал, что перевел денежные средства со счета заявителя на свою банковскую карту, воспользовавшись найденной сим-картой с подключенной к ней услугой мобильный банк. Стражи порядка призывают жителей региона ответственно относиться к своему имуществу. При утрате мобильного телефона вам необходимо незамедлительно обратиться в банк и заблокировать свои счета, а затем обратиться к вашему сотовому оператору для отключения всех услуг, привязанных к вашему номеру телефона. 5 мая в дежурную часть полиции обратилась жительница города Наринмара. Полицейским заявительница рассказала, что в социальной сети ВКонтакте от пользователя, профиль которого находится в списке ее друзей, ей пришло личное сообщение с просьбой одолжить деньги. Женщина, не задумываясь, перевела денежные средства в сумме 12 тысяч рублей по реквизитам банковской карты, указанным в сообщении. Через некоторое время ей стало известно, что страница ее знакомой взломана и сообщение отправлено неизвестным лицом. 25 и 26 апреля текущего года в дежурную часть управления поступило еще два сообщения о мошеннических действиях. В первом случае мужчина нашел в сети интернет сайт с объявлениями о продаже автомобилей и созвонился с продавцом машины, устроившей его по стоимости. Получив на электронную почту копии паспорта владельца автомобиля и транспортного средства, покупатель перевел предоплату в сумме 5 тысяч рублей и договорился о перегоне машины в Наринмар. Но после того, как контактный телефон продавца оказался заблокирован, мужчина понял, что он стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Во втором случае жительница округа с целью приобретения квадроцикла также в сети интернет нашла сайт, на котором выбрала устроившее по цене транспортное средство и, связавшись с его продавцом, перечислила посредством онлайн-банка полную стоимость, после чего якобы владелец квадроцикла перестал выходить на связь. Женщина, потеряв в результате мошеннических действий около 300 тысяч рублей, взятых в банке в кредит, также обратилась в полицию. По данным фактам проводится проверка. Уважаемые жители округа, стражи порядка в очередной раз напоминают жителям округа не приобретать транспортные средства и другие товары на неизвестных и малоизвестных интернет-сайтах, а также призывают вас при поступлении сообщений, в которых содержатся просьбы об одалживании денег, не торопиться их переводить. Позвоните человеку, от которого, как вы думаете, пришло сообщение, и удостоверьтесь в правдивости информации. 6 мая 2018 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с участковым полномоченным полицией в ходе рейдовых мероприятий выявлен факт незаконного вылова жителям округа водных биологических ресурсов на реке Печора в двух километрах от деревни Никицы. Стражами порядка установлено, что мужчина 67 года рождения осуществлял вылов рыбы ставными сетями, не имея на то разрешения, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. С места происшествия изъяты орудия незаконной ловли и сами водные биоресурсы. В настоящее время по данному факту проводится предварительная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 1 мая текущего года на площади Мара Цей города Наринмара и в ряде населенных пунктов округа состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню солидарности всех трудящихся. Охрану правопорядка при проведении праздника весны и труда в регионе обеспечивали 54 сотрудника окружной полиции при взаимодействии с представителями отдела Росгвардии и добровольных народных дружин. Нарушение общественного порядка при проведении праздничных мероприятий не допущено. В минувшее воскресенье сотрудниками отдела экономической безопасности управления в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной реализации алкоголя жителям города. Полицейскими задержан мужчина 87 года рождения, не имеющий лицензии на розничную продажу алкоголя, который осуществлял реализацию спиртных напитков посредством размещения объявлений в социальной сети друг вокруг и доставлял заказы по указанным адресам. Из автомобиля злоумышленника изъято около 70 литров алкогольной продукции. По данному факту проводится предварительная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.